Вот и подошел осенний-зимний сезон, и мы свои растения либо заносим в комнату с балконов, либо с улицы, либо просто размещаем где-то в глубине, и тогда возникает вопрос, нужна ли растениям подсветка. Всем добрый день! На этот вопрос я сегодня постараюсь вам ответить. И пока я буду говорить, вашему вниманию представлен мой двухметровый новый стеллаж, который тоже оборудован подсветкой, так как стоит в глубине комнаты, и солнца сюда попадает очень мало. На каждой полочке здесь есть лампа. Начнем с того, что нужна ли вообще растениям подсветка. Как мы знаем, растения бывают теневыносливые и бывают очень зависимы от света. Орхидеи в основном зависимы от света, и при недостатке освещения они впадают в колотозу. То есть такую своеобразную спячку, ничего не растят, ну и просто сидят, как бы без изменений. Поэтому, если орхидея находится где-то в глубине комнаты, вот, например, там окно, здесь стеллаж, солнце, несомненно, попадает, но его мало. Особенно на нижних полках, там вообще практически, вот только с краешку здесь вот освещается немножко солнце. Наверху, конечно, получше ситуация. Несомненно, в глубине комнаты подсветка нужна. Но если растения зимуют на подоконнике, на любом подоконнике, даже на северном, опять же, все зависит от вашего региона, то подсветка может и не понадобиться. Даже в Москве орхидеи спокойно растут в зимний период на подоконниках утепленных и цветут также. Все у них хорошо. То есть тут по возможности, по желанию, это капельки от обработки. У меня используются лампы как фито, так и обычные линейные светильники. В начале своего увлечения я покупала лампы Юниэль. Это фитосветильники, наверное, вы все знаете. Такие в средней ценовой категории. Они у меня были на 8 и 16 ватт. Ну, что я хочу сказать. Растут под ним, растут цветочки, не умирают. Все хорошо. Но мне больше понравились линейные обычные светильники бюджетные. Самые простые на 36 ватт, 6500 люмин. Все прекрасно растет, с удовольствием цветет. То есть тут даже вот здесь вот эти вот 36 и 6500. 36 ватт и 6500 люминов. Цветочкам все нравится. Очень даже. Они бодры, веселые. Цветут. Ну, тут, конечно, не новое цветение, а то, что я занесла с улицы. Еще, конечно, нового нет. Но корешки растут. Все хорошо. Давайте я вам покажу. Вот, смотрите, корни тоже растущие. Покажу на других стеллажах, что у меня прикреплено. Чуть не забыла вставить вам вариант оконной подсветки. Вот так вот прикрепляется к окошку. Очень хорошо держится. Это от Эры. Эра. Производитель Эра. Вот такие кронштейны. Держатся на болтиках. Вот эти вот крепления, которые к лампе идут, они прикрепляются вот сюда болтиками. И вот так шикарно держатся. Можно вот сюда или вот сюда. Но так как у меня лампа широкая, она вот сюда не помещается. Поэтому я повесила подальше. Никаких трудностей с задвиганием штор не вызывает. Мы этим занимаемся каждый день. У нас блэкаут. Все хорошо. И вот растюшки. Детские вот тут суккулентики. Получают достаточно света. Все свои крепления, да и лампы, в принципе, сейчас я покупаю на Вальдберрис. Вот, нахожу подешевле. Почему-то на этой платформе всегда выгоднее. На кухонных стеллажах у меня крепятся лампы по 56-60 см. Вот, например, Инхо. В том году я покупала лампочки. Вполне меня устраивают. Также есть вот такой светильник. У него уже вот здесь вот пластик, который прикрывает диодики. Он потрескался. Вот такой светильник. То есть все однотипно. Я сейчас придерживаюсь политики такой, что нет смысла переплачивать. У меня включается подсветка в 10 утра, выключается в 11 вечера. Это конкретно на кухне. В жилых комнатах включается в 10 утра, выключается в 10 вечера. То есть, чтобы было комфортно. 12 часов вполне достаточно для подсветки растений, которые не видят солнца. Здесь же вот на подоконнике достаточно солнечно. Зимой, конечно, длительность светового дня будет уменьшаться. Но я пришла к тому, что я не досвечиваю цветы на подоконнике. И у меня прекрасно орхидеи также цветут. И все хорошо. И колосятся, соответственно, другие цветы уж и подавно, которые не цветущие, да, обычные. Вот вверху висит метр двадцать лампа на тридцать шесть ватт. Вот на таком большом расстоянии. И этого, в принципе, хватает, опять же, для растений. У меня не цель всех зацвести. У меня цель создать максимально благоприятные условия для существования в зимний период. Вот здесь тоже длинная лампа. Вот такой выход я нашла. Там поставила полочку из фикс прайса. И цветочки также стоят, подсвечиваются. Эту лампу я не хочу помещать на другой стеллаж или выше, потому что она розового цвета. Я случайно заказала, не обратив внимания на характеристику такую. Ну, я надеюсь, что я ответила на все вопросы. Можно... У меня стоят лампы, кстати, на таймере. Вот такой вот электронный, не механический таймер. Он настраивается на каждый день. Там много программ. Все очень легко настроить. В инструкции все это есть. Есть они в виде квадратика. Разные есть. Есть умные розетки сейчас. Со смартфона можно их тоже настраивать. Это просто температура и влажность. Что еще вам рассказать? Восьми часов достаточно. Также вы можете включать, например, подсветку, когда наступает вечер темный. Или вы приходите домой, вы можете включить подсветку и выключить ее, когда будете ложиться спать. Это обязательное условие, потому что у растений, так же, как и у нас, днем и ночью процессы разные происходят в организме. И спать, скажем так, в кавычках, растениям тоже нужно. Взбивать такой природный ритм, природные часы я бы не рекомендовала, потому что растения тоже могут заболеть, либо же просто в ступор впасть. Ну, а решать, конечно, вам, у каждого свои взгляды. Я не настаиваю на своей правоте. Просто отвечая на ваш вопрос, делюсь тем, как происходит у меня. Ну, на этом видео буду заканчивать. Если будут какие-то дополнительные вопросы, обязательно пишите. Я уточню информацию вам в ответе. Спасибо большое, что смотрите. Солнечных вам дней. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok